Иерусалим Мы завершаем обсуждение темы номер 12. В заключении я хотел бы сказать несколько слов о Иерусалимской церкви. Вы помните, что в Медине мусульманское движение объединило и политическую, и религиозную власть. У христиан все было иначе. Началось все с входа Христа в Иерусалим. Иисус въезжает в Иерусалим с армией поющих детишек. Он входит в храм, очищает храм, разгоняется. Жертвенных животных из храма. И, представляете себе, как там детишки прыгали, радовались, пока Иисус столы переворачивал. И власти говорят, Иисус, что здесь вообще происходит? Тут детишки всякие бегают, кричат, асана, столы переворачивают. Скажи им, чтобы вели себя нормально. А Иисус отвечает, если они замолчат, то даже камнем запьют. А потом Он совершенно четко говорит о том, что этот храм будет разрушен. Этот храм будет уничтожен, неиспровергнут. Этого храма больше не нужно. Будет новый храм. Он говорит, разрушьте храм сей, и на третий день я его восстановлю. Он говорил о себе, о своем теле, но говорил он также и о теле Христовом Церкви. О Церкви, как новом храме. Теперь не нужно географического центра поклонения. Представляете, как было бы хорошо, если бы наши друзья, мусульмане и иудеи, поняли, насколько все это важно. Иисус начал новое движение, основал новое движение. Это движение народа Божьего. И теперь Бог обитает не в центральном месте, не в храме из камня, из кирпичей, а в своем народе. Не нужна теперь никакая храмовая гора. Не нужна теперь никакая каба. Потому что заразилась новая община, в которой живет сам Бог. Действительно, географический центр больше не нужен. Потому что Христос создал все новое. Иудеям было неприятно это слышать. В частности, поэтому отчасти они его и распяли. Они решили, что он неуважительно относится к храму из камней. Но Иисус-то говорил, что он созидает новый храм. Этот новый храм был создан в День Пятидесятницы, когда излился Дух Святой. Когда люди из разных народов и языков вдруг услышали Евангелие на собственном своем языке, через чудо Святого Духа. Когда изменилась жизнь людей. Когда три тысячи человек покаялись, и началась церковь. Но церковь была изначально лишена политической и экономической власти. Это движение было по-человечески очень уязвимым. Но при этом имело огромную силу Святого Духа. На протяжении следующих трех веков церковь распространялась по всему миру. По-человечески она была уязвима. Ее преследовали. Политической власти у нее не было. А потом наступил огромный водораздел. Пришел Константин, император Константин, который пришел со щитом, и на щитах его воинов был нарисован крест. И под знаком креста ему удалось низвергнуть Максенция, своего соперника. И с того момента церковь и империя в западном мире оказались обручены. А вот на краю, на задворках империи далеко не все было гладко. Давайте посмотрим, например, что происходило в Северной Африке. В Северной Африке, через сто лет после Константина, зародилось донатистское движение. Это было движение роста церкви среди африканцев. Дело в том, что до этого церковь, по большому счету, состояла из выходцев из Рима. Латиноязычная была церковь. Был там, конечно, Августин, самый, пожалуй, известный, самый читаемый епископ ранней церкви. Но он-то был римляниеном. Он говорил на латинском языке. Читали они писание на латинском языке. Служение шло на латинском языке. Донатисты, однако, были местным народом, были местными людьми. И донатисты вдруг заинтересовались Евангелием. И Евангелие начало распространяться среди донатистов как пламя, как пожирающий огонь. И тысячи этих людей становились христианами. Но это уже не была латинская церковь, не была римская церковь. Это было местное движение. Августин не знал, как к этому относиться, потому что он считал, что всякий человек, который за пределами церкви, идет прямиком в ад. И вот Августин воспользовался силой и властью государства для того, чтобы погубить донатистское движение. Вот в небесах я обязательно хочу Августину по этому поводу задать пару вопросов. Потому что, когда в тот регион через пару сотен лет пришел ислам, местных церквей там уже практически не было, потому что местное движение было разрушено, погублено совместным трудом церкви и империи, потому что Августин считал его ересью. Да, возможно, там были богословские ошибки, богословские заблуждения, но при этом это было движение африканцев, которые приходили ко Христу и погубили эту зарождающуюся церковь. Христиане Рима с помощью государства. Сегодня люди на севере Африки снова обращаются ко Христу, и они говорят, давайте вернемся к той вере, которая была еще до ислама, которая есть христианская вера. Они снова открывают для себя христианскую веру. Но благодаря совместным действиям церкви и государства, местная африканская церковь в свое время оказалась весьма ослабленной. Пожалуй, к нашей теме еще ближе то, что произошло в Персии, территория современного Ирана. В Персии тоже была церковь. Она всегда страдала от преследований, от зароострянцев. Преследования эти не были серьезными, не были напряженными, но все-таки преследования существовали, преследования велись. Потом Константин зашел на престол. И Западная империя под предводительством Константина приближалась к войне, очередной войне с персами. Они периодически воевали. Так же случалось. Намечалась еще одна война. И Константин вооружает своих солдат, готовится к войне. А армия эта идет под знаком креста. На щитах у них крест. Епископы сопровождают армию. Евсевий, известный историк церкви, рассказывает о том, как у Константина на его венце, царственном венце, тоже был крест. Он рассказывает о том, как вот епископы в их белых одеждах идут вместе с Константином и молятся о его победе. И затем Константин написал письмо персидскому шаху. Да, вы помните, что на самом деле до Иранской революции там тоже был падишах, вырань его падишах. Вот здесь тоже шах, который говорит, я вам заповедую, я требую от вас, поступайте справедливо с христианами в вашей стране. Как, по-вашему, должен был бы поступить шах, получив такое письмо? Константин идет войной на нас и пишет письмо, пишет письмо шаху, обращайтесь с христианами, справедливый по-доброму. Как должен был бы отреагировать шах, получить такое письмо? Он решил, что, наверное, местные христиане в Персии в сговоре с его врагом Константином. Враг идет с крестом и с епископами. А еще пишет, перед тем, как прийти, обращайтесь к христианам бережно и аккуратно. Значит, христиане договорились, они в сговоре с Константином. И он приказал убить христиан. Он приказал истребить всех христиан в Персии, братья и сестры. Это самое страшное преследование, которое когда-либо переживала церковь. Мы часто читаем о страданиях церкви, читаем о преследованиях во время правления императоров до Константина. Там было тяжело, но тут было страшно, потому что персы решили погубить всех христиан. И это преследование продолжалось 20 лет. Церковь ушла глубоко в подполье. Вот этот брак, это объединение западной церкви с государством, западной церкви империи, церкви и власти, из-за него на окраинах империи для церкви наступили страшные времена. Я вам говорю об этом вот почему. Очень важно церкви не забывать о том, кто она, церковь. Мы представители царства нашего Господа Иисуса Христа. Мы Христа представляем, а не политические власти или империю. Да, мы хотим быть послушными, законопослушными гражданами. Поймите меня правильно. Иногда это бывает очень сложно. Очень сложно бывает разобраться, что значит, с одной стороны, служить Христу, но с другой, быть законопослушным гражданином. Империя, политическая империя и царство Господа Иисуса Христа — совершенно разные вещи. Когда они объединяются, Евангелие искажается. Так происходило тогда, так происходит, к сожалению, и сейчас. На задворках империи люди страдают. Аналогии с современной жизнью немало, поэтому нам нужно быть здесь очень аккуратными. Подумайте, например, о ситуации в Ираке. Как пострадали иракские христиане. Пострадали из-за последних событий. Многие из них покинули страну. Знаете почему? Потому что многие решили, что наступает новый крестовый поход. Как тогда, более тысячи лет назад, когда западные армии пришли на Ближний Восток под знаменем Креста. Для чего? Для того, чтобы мусульман истреблять. Недавно я беседовал с одной дамой-богословом из Ирана. Мы беседовали с ней в Германии. И вот во время нашей беседы я рассказал ей то, что рассказывал вам. путь Иисуса из Галилеи на крест. И тот царство, которое в результате образовалось. Потом я сел, и она встала и говорит, причем в гневе она говорит, никогда раньше я не знала, что крест как-то указывает на любовь к врагу. Я думала, что крест это символ расправы с мусульманами и с врагами. Она говорила все это в гневе. Я плакал, мне было не по себе. Я говорю, да простит нас Бог, да простит нас Бог. Ибо слишком часто церковь разрушала Евангелие, искажала Евангелие. Я говорю ей, я прошу у вас прощения за наши грехи, за грехи христиан против мусульман. Через три часа пришло время говорить ей после обеда. И она говорит, последние три часа оказались поворотными в моей жизни. Не знаю, что будет со мной дальше, но ваши слезы и ваше исповедание грехов против нас, мусульман, открыли мои глаза. Я не знала, что такое возможно. Я не знаю, что будет дальше. Но никогда раньше я не слышала, чтобы христианин просил у меня и у нас, мусульман, прощения. Спасибо вам. Спасибо вам. Вот когда начинаешь задумываться о том, как поступала церковь с мусульманами, обретаешь настоящее подлинное смирение, смиряешься при этом. У нас есть друзья, которые живут в Беруте, в Ливане. В одном из соборов вся стена покрыта крестами, а внизу, под крестами, меч. Это церковь крестоносцев. Я бывал в Косово. В Косово тоже шла война между мусульманами и христианами. Христиане разорили мусульманскую деревню, а на пепле поставили кресты. Кстати говоря, мусульмане отвращаются от креста не потому, что на нем страдал Христос, а потому, что они воспринимают крест как символ борьбы против ислама. Это поможет нам Бог изменить это представление. Кстати, это не смешно. Я усмехаюсь просто, что у меня африканская привычка такая. На самом деле это все серьезно. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3W tvseminari.com Я знаю, что Папа Римский пытался попросить прощения, просил прощения за крестовые походы. Может быть, ему еще попросить прощения? Как вы думаете, это поможет? Думаю, да, это полезно. Очень полезно. Да, слава Богу за это. Кстати говоря, вы, наверное, знаете, что на протяжении нескольких лет было движение христианское паломничество. Оно началось в Великобритании. Христиане шли путем хрестоносцев через Константинополь, через Стамбул, через Турцию. Пришли они в Иерусалим и на протяжении своего пути они шли с крестами. Помните, что в свое время крестоносцы сражались и против православных христиан, и против мусульман. И вот западные христиане повторили этот путь. Они шли с крестом и они просили прощения. Они говорили, мы исказили крест, простите нас. Они молились с молитвами прощения. И это движение было принято. его принимали люди. В результате и сам Папа Римский был в Сирии, в Дамаске и просил прощения за то, что делала церковь. Он каялся в преступлениях к церкви. Так что такие жесты на самом деле очень важны. А теперь давайте перейдем на 21-ю страницу, 4-й пункт. Новая Заветная Церковь и ума. И мы с вами попытаемся их сопоставить. Начнем с сестер, пожалуйста. Прочитайте. Церковь должна оказывать влияние на политическую и экономическую жизнь, способствовать соблюдению в стране правосудия, но не осуществлять прямого контроля над данными сферами. Церковь должна быть отделена от государства. Ума должна поддерживаться государством. Государство и ума не должны быть едины. В качестве комментария скажу следующее. Первая часть этого утверждения описывает отношения наше восприятие отношений церкви и государства. Наши, я имею в виду баптистов, медонитов и так далее. В других церквях понимается это несколько по-другому, отношения церкви и государства понимаются по-другому. Однако движение независимых или свободных церквей считает, что церковь и государство не должны сливаться, должны быть разделены. Церковь должна уважать свободу человека и свидетельствовать властям, что сам Бог дает человеку свободу выбора в отношении веры. Права умы превосходят права отдельных людей. Хочу сказать по этому поводу несколько слов. Вы, конечно, знаете, что существует такой документ Декларация прав человека, принятая объединенными нациями. Большинство стран в мире эту декларацию поддержали. Говорится там, между прочим, и о религиозных свободах, свободе выбирать вероисповедание. Мусульманам нелегко принять это утверждение. Поэтому они выработали свой альтернативный исламский подход. В исламском документе на эту тему подробно говорится о правах общины. Права общины выше прав индивидуума, выше прав человека. Считается, что если дать людям свободу выйти из общины, это нарушает целостность мусульманской общины. Конечно, мусульмане уважают права человека, но все-таки права общины выше. На Западе наоборот, выше ставятся права индивидуума, конкретной личности. Отчасти из-за влияния свободных церквей, таких, например, как махтисты и пидесятники, которые постоянно повторяют, что человек имеет право выбирать вероисповедание. Это утверждение, эта мысль, эта идея, пожалуй, наш дар и западному миру, и всему человечеству. Церковь объединена Святым Духом и Исповеданием Иисуса Христа Мессией и Спасителем. Ума объединена Исламским Законом и Арабским Кораном. Мусульмане это постоянно подчеркивают, они говорят, мы все одинаково поклоняемся Богу на арабском языке и все на мекку смотрим. А церковь объединена работой делом Святого Духа и присутствием Иисуса Христа в общении верующих, собирающихся во имя Его. У церкви нет географического, культурного, языкового или какого-то общепринятого центра поклонения. Христианская община отличается значительным разнообразием. У Умы есть географический, культурный, языковой общественный центр поклонения. Мусульманскую Уму характеризуют поразительное единообразие, несмотря на разную национально-культурную принадлежность ее членов. Мусульманское движение объединено, оно едино. Они об этом повторяют. Мы молимся одинаково, мы даже обращаемся в одну сторону. А вы все разные. Я говорю, здорово, и нам хорошо, нам нравится быть разными. Константинизация церкви и, с другой стороны, исламская приверженность, единство Умы и государство имеют на самом деле между собой много общего. Однако, между ранней церкви в Иерусалиме и Умой в Медине общего очень мало. В одном случае есть политическая власть, в другом политической власти нет. я не говорю о том, что, допустим, эта власть была несправедливой или использовалась несправедливой. Нет, наоборот. Мохаммед очень справедливо распоряжался этой властью. Все же, ислам и христианство по-разному понимают природу церкви, природу Божьего царства и по-разному отвечают на вопрос, как воля Божия может совершаться на земле, как и на небе. Я сказал же о том, что Мохаммед использовал мудро политическую власть. Среди прочего, он в Медине уже предоставил возможность действия для небольших немусульманских общин внутри мусульманской уммы. Называют их словом димми. Это общины, находящиеся под покровительством. Христианам было разрешено жить и поклоняться Богу внутри мусульманской общины. Однако с некоторыми ограничениями прежде всего они должны были уважать мусульманскую власть, давшую им честь жить и поклоняться Богу среди мусульман. Сегодня в Иордании вы можете попасть в христианскую деревню. Это димми. Вокруг нее другие мусульманские деревни. Так вот это общины димми такие есть, например, в Египте. Конечно же в городе христиане и мусульмане все перемешаны. в Пакистане тоже есть димми. в церкви, так и в христианской общине у них есть определенная свобода, причем поразительная свобода. Это защищенная община, община под покровительством, которая служит Богу с определенными ограничениями. Например, христианин не может жениться на мусульманке, но мусульманин может жениться на христианке. Это один пример. И, естественно, мусульманин не может стать христианином, зато христианин может стать мусульманином. Так что ограничения есть. И все же, если христиане власть уважают, то свободы у них довольно много. Кстати говоря, за то, что их защищают, христиане должны особый налог платить. Ну, правильно, не бесплатно же защищать. Вы понимаете? Так что есть за это налог. Игорь Негода игорь Негода игорь Негода игорь Негода